Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Короче говоря, чё-то Гранта меня начала прям жёстко подводить на дороге, и я такой думаю, да ладно эту Гранту, возьму-ка я у брата погонять оперскую пятнашку, потому что она у неё, тем более, посмотрите, насколько крутая. Он её затонировал как раз на днях, и я думаю, ааа, прокачусь на ней, почему бы и нет, доехать до Иркутска, вот прям на ней, это вот прям действительно будет довольно-таки классно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Личи, и сегодня мы продолжаем путешествовать в, собственно говоря, русский водила 3. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно будет всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. Последнее время я перестал выпускать телефон из рук, потому что теперь я играю в Хасл Онлайн. Это бесплатная игра с открытым миром и крутыми машинами на твой телефон. Но у многих появится сразу вопрос, а как скачать эту игру? Вы можете просто перейти по ссылочке в описании этого видоса, нажать на кнопочку «Играть в Хасл Онлайн» с телефона, потом нажать на кнопку «Играть бесплатно». И дальше нужно выбрать. Если у тебя iPhone, тогда App Store, а если у тебя Android, тогда скачать с Play Market. После того, как скачаете, нужно запустить игру и зарегистрироваться. На самом деле всё очень легко. Придумывайте себе ник и выбирайте 14 сервер. Потом нажимаете «Играть», пишите адрес электронной почты, придумываете пароль и повторяете его ниже. Вуаля! Всё, вы появляетесь в игре. Также игра вам предложит ввести ник пригласившего. Вы можете написать «Мой личи Топчанский». Теперь вам нужно нажать на 4 квадратика, которые находятся под картой в верхнем левом углу. Откроется меню и тут найти раздел «Награды» и «Промокод». И сюда ввести мой промокод ТОП, который даст вам приятный бонус и лёгкий старт игры. Заходи на «Хассл» и играй вместе со мной. Ну, кстати, вот смотря вот, вот я уже больше минуты где-то еду на ВАЗ-2115, хочу сказать, что эмоции от езды на ней довольно позитивные. Прям максимально. Честно говоря, меня немножко напрягает, что в игре сразу же, буквально после старта, вот в игре темнеет постоянно. Я вот не знаю, я вот уже сколько не играю в неё, вот не захожу, всегда начинает темнеть, вот именно вот как только захожу. То есть старт, быстренько день прошёл и сразу же уже вечер, уже темнеет. Ну, прям не круто, хочется хотя бы днём поездить чуть-чуть. Я понимаю, что на трассе это круто, но ладно, это в принципе понятно. Ну, как себя ведёт «Пятнашка»? Вообще отличный аппарат. Как по мне, в какую-то степень он даже управляется поинтереснее, чем, собственно говоря, сама наша «Лада Гранта». То есть какое-то отличие действительно максимально присутствует, я это замечаю. Вот я сейчас уже шпарю просто 120 км в час. Отлично, просто вот прекрасно она себя чувствует. Либо тут и дороги такие, вот знаете, более-менее адекватные. Либо она действительно по управляемости намного интереснее, забавнее. Уже небо, посмотрите, небо-то уже сгущается, тёмные облака, уже такой закат у нас. И о, всё, первый разворот, поворот, вот это перевернуло, завернуло тачку. Вы это видели? Я считаю, это было жёстко. Это было очень смело, очень круто, но «Пятнашка» показала, что она умеет. Ну, красивый закат, красивый, спору нет, красиво. Тем более, я вот люблю лично вот так по трассе погонять, вот так вот чисто, вообще топово. Да и тем более на такой оперской, мощной пятнашке. Вот у неё действительно вид опасный. Я вот не знаю, вот сейчас, если гаишников где-нибудь встречу, то всё, пиши «Пропало». По-любому скажут «Снимай», вот это вот у тебя она по-любому не по ГОСТу, чё ты там через неё видишь, а чё ты там прячешься? Не, вообще, это действительно жёстко, поэтому лучше как-то не соваться. Короче, если гаишники будут, я буду просто за тачками прятаться вот так вместе с ними на одной скорости вот так ехать и как-нибудь гаишников, надеюсь, проедут, да и всё. В принципе, я думаю, такой вариант событий может быть. Но уже, я смотрю, всё темнее и темнее. Становится на улице уже вечер, уже прям максимально вечерняя такая атмосфера стала. Вот прям максимально вечерняя. Её даже, её вот так смотришь, ой, уже вообще прям темнище, темнище. Вон, коровки у нас тут пасутся возле дороги. Блин, это опасно. Вот почему бы побольше тут эстакад не сделать, чтобы коровы на дорогу хотя бы не выбегали, а то вот, знаете, по тормозам дать, ручник дёрнуть, машину там ещё куда-то поведёт. Ээээ, зачем оно нужно? Вообще это не круто, я это не поддерживаю. И вам не советую тоже. Если у вас есть коровы, не выгуливайте их, пожалуйста, над дорогой. Потому что тут ездят люди, и у людей бывает там тормоза могут не сразу заработать, либо что-то ещё. Поэтому, блин, это на самом деле не круто. Но, хочу сказать, что на пятнашке, вот, я, ребят, сотку гоню. Посмотрите, какая дорога неровная там, туда-сюда постоянно. Опа, кстати, этот мостик мы проезжали, но я на Ладигранте улетел, я помню, туда, в воду. Если вы помните, всё, река Енисей, проезжаем реку Енисей. Тут красота у нас вот такая вот, эстакада. Маршрутка на нас несётся, мы мимо неё пролетели. 115 скорость, по кайфу, с горки спускаемся. Чётко, я там вообще интересно, когда уже доеду до Иркутска. Вот это вот меня максимально больше всего сейчас интересует. Потому что, ой-ёй-ёй-ёй, вот это я влетел. Вот это жёстко сейчас было. Это было максимально жёсткое ДТП. Не справился с управлением. Пятнашка. Эх, чё-то подвела меня ВАЗ-2115. Я хотел бы не делать этого, но происходит такое иногда, потому что, ну, тачка чуть нестабильная иногда бывает. Ну, ладно, продолжаем. Впереди у нас Иркутск. Нам надо ехать к Иркутску. Первая и главная задача – доехать до Иркутска. И дальше уже, может быть, ещё тачку сменю. Посмотрю, что ещё есть. Но, чё-то не, я пятнашку перехвалил. Чё-то её всё равно. Не-не-не-не-не, заносит, заносит так же, как и Гранту её. Руль тоже прям сильно резко управляется. Это вот, ой-яй-яй-яй-яй-яй-яй, успел увернуться. Ай да красавчик, вот это просто оперское движение. И умеешь по-оперски ездить, умей и от встречки уходить. Я вот считаю, это новая поговорка будет. И она действительно будет полезная. Но мы проехали одну машину, проехали вторую. И тут, походу, чё-то заканчивается. Ну-ка, дорога в Иркутск или что? Чё-то должно какой-то чекпоинт произойти. Чекпоинт? Да! Найс! Доехали до Иркутска! Всё супер! Дальше у нас уже идёт Красноярск. То есть, ребята, встречайте Красноярск уже. В следующем ролике мы будем доезжать до Красноярска. Красноярск, как по мне, это действительно годная тема для реально успешных вообще и крутых пацанов. Поэтому, ребята, в принципе, на этом всё. Если вам ролик понравился, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите свои крутые комментарии. Ну, а кодовое слово, кстати, в этом ролике, ну, пускай будет на пятнашке по трассе. Все, кто напишет слово на пятнашке по трассе, обязательно попадёт в моё новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok